так друзья ну вот вход в малахов курган 1854 1855 во время войны было это укрепление пошел да вот схема малахова кургана вот схема и перечислено что здесь есть центральный вход и памятники воина мы пошли прямо короче все прямо остановочный пункт зашли следующий дальше самое главное где оборонительное сооружение малахов курган так но все заходим все выше выше и выше каждый пролет и с каждым пролетом все шикарный шикарный вид тянете на глазки цветут в январе вид все лучше лучше и лучше вы видите закат и море уже отсюда видно дальше у нас идет памятник самолетов на таких камнях камнях поименные списки и по внутрике к никто не померкнет слава героев летчиков павший за освобождение крыма так вот такая аллейка идет самому сооружению малахова кургана кафешечки здесь вот видите таблички такие с деревьями вот платан к примеру табличка платан к описание дерева и вот сама дерево по плотам так здесь у нас что табличка орех грецкий пожалуйста вот посажен только кафешечка с пушки не работает вот это мне нравится когда рассказывается про деревья катальпа это делево средней величины кустарник катальпа а это у нас комплексный памятник батареи матюхина точнее вот вид туда и обстреливали видите какое-то дерево даже вот так вот огорожено огородили видимо ценно какая-то красный он ценно дерево но не чего поэтому то огородили вот так красиво так что тут дальше на пути башню укреплению малахова кургана схема какая-то вот оборонительное сооружение малахова кургана концу войны 1854-1855 года так ну и вот правее от башни малахова кургана уже заговорился концу дня памятник герою корнилову сейчас мы быстренько посмотрим монументальное сооружение заодно покажу закат по-севастопольски лавочки цветочки розы пока не цветут естественно генерал адмирал ва корнилову смертельно раненого на 7 5 октября 1854 года из ядер пушки отстаивайте же севастополь можно заката по севастопольски отсюда насколько это возможно увидеть вот такой на город так дальше здесь у вас пушки пушки заряжай залп и посылай это 68 фунтовая бомбическая пушка россия александрийский пушечный литейный завод 1846 года дальность стрельбы до трех километров масса масса пушной бомбы 23 киломаса зависит что вещество в бомбе до 800 гаудия 10 человек расчет вот такая пушка ну и вот еще пушки 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 ну и вот так воссоздали вид как выглядела эта пушка видите корзины с камнями как преграда пушка маскировочная с канатами ядра вот такие рвы воронки и направление вот этих пушек вот так примерно это было еще раз скажу 1854 855 война крымская батарея номер 17 синявина орудие середины 19 века от башни так и елочка вот такая здесь стоит само сооружение малахов курган ну вот сооружение малахов курган вход туда платный естественно это часть обороняющая малахов курган с 5 08 октября с 5 октября 1854 такого по 27 августа 1855 года вторая пехотная дивизия но еще эти пехотные дивизии перечислены и вот вот так он воссоздали его под стеклом вот так это все здесь было минная галерея татлебина эти оборонительная башня корниловского бастиона факел горит так здесь у нас что очередные пушки вот такие сопки между пушками и прочитаем их функцию это противоштурмовая батарея орудий середины 19 19 века противоштурмовая батарея вот видите оборонительные ограждения 100 малахова кургана так мемориал на обозначение место смертельного ранения адмирала нахимова место смертельного ранения так вот так эта башня выглядит снаружи сливы щели огнеметные батарея на гласисе Abound где все 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 в